Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. Всем привет, всем привет, у нас связи. Всем привет. Всем привет. Короче, мы попали в ураган. Приехали с Ленкой в Монако. И здесь просто какой-то не Монако, а вот такой вот разрыв, смотрите. Рвет просто пальмы. Просто все. Кошмар. Какое небо, кошмар. Даже не успел, не успел даже выскочить. Угу, поливает как надо, ребят. Угу, поливает как надо, ребят. Так что вот так. Мочиться, мочиться, говорю. Мокнуть не кайф, поэтому буду сидеть в машине, пока дождь не пройдет. Танечка, привет. Туда будем подальше от пальм. Конечно, что же нам делать. Так, как бы нам паркинг угадать. Подземный заскочить. Так. Сейчас угадаем. Вот здесь. Так что вот такие вот приключения. Такие у нас приключения. Подземную парковочку поехал. Будем прятаться в катакомбы. Все, всех обнимаю. Всем хорошего летнего дня. Обнимаю вас. Ребята. Ребята. Я всем привет передаю. Всем шикарным дамочкам. И отчаянным ребятишкам. Всем передаю привет. У меня трагедия, ребята. Просто настоящая трагедия, ребята. Просто трагедия. Заключается эта трагедия в том, что мне надо идти сейчас на тренировку. Просто собраться и идти, да? Взять просто, вот, как мало, да, сочувствия и участие в этих словах. Просто встань и иди. Просто взять и пойти, да? Как много равнодушия, цинизма. Отчаяния в этих словах. Просто встань и иди. Звонишь друзьям, они говорят, просто по идее. Читаешь мотивационные, блядь, аватарки и карточки в инстаграме, в твиттере. А там пишут. Возьми и сделай. Сука, вы что? Циничные сволочи просто, ребята. Можно сегодня хотя бы. Я могу. Можно сегодня хотя бы и не пойду. А вот это вот, видите, еще лежит здесь. Вот это вот, блядь. Вот это вот. Ботиночки. Подарки верных друзей, блядь. Перчаточки. Подарки верных друзей. Знаете, есть такие друзья, которые помогают тебе заниматься спортом. Мотиваторы, сука. Они дарят тебе всякий спортивный инвентарь. Есть такие, которые карточки дарят в фитнес-зал. Или безлимитку вообще, чтобы ты мог всегда идти просто и заниматься. Что это такое, ребята? Почему мне, взрослому мужику, нельзя просто валяться, как поросеночку, в кроватке или возле бассейна, как у меня заслуженный отпуск? И вы, вроде бы, друзья мои, соратники, люди, сопереживающие меня в моих начинаниях, просто травите меня. Уничтожаете меня просто. Говорите мне, встань и иди. Так еще легко, знаете. А многие еще потренировались уже сегодня, да? Десять утра. Есть те, которые в девять утра. Есть, которые в восемь утра. Есть, которые не ложились спать всю ночь, тренировались, еще утром тренируются. И они говорят, так, знаете, запыхавшись. Вот как я буду после тренировки. Через полтора часа. Всем привет, пацаны, молодцы, кто не сдается, тренируется, да? Вот я себя, вот я сейчас себя говорю. Я себя, вот самого же себя, через полтора часа просто ненавижу, да? Отработанного, вот такого, нагруженного, который на велосипедике 40 минут поработал, потом 20 минут поработал с грушей. Я себя ненавижу. Это приятная легкая усталость, да? Я буду мотивировать своих же таких же друзей, которые только проснулись и не хотят тренироваться. Это невыносимое сука дерьмо, встать и тренироваться. Сейчас четвертый день, как я вернулся в большую игру. Разгружающихся, опасно тренировал. И сегодня тот самый день, когда хочется сказать себе, ты и так красавчик. Ты скинул 17 килограмм, время остановиться, время упасть в низку салатом, набить себя хлебушком, булочками, пиццами, вернуть эти 17 килограмм, потому что долг по тяжелым красит. Хочется оправдать себя, реабилитировать собственные глаза. Объяснить, почему я могу жрать, как свинопаст. Я говорю себе, жри, ты смог скинуть 17, скинешь еще раз, вместо того, чтобы просто пойти в спортзал. Вариантов у меня нет, потому что я вышел уже на связь с вами. Я обличил собственную лень, потенциальную возможность не пойти на тренировку, вообще не с вами. С вами был Василий Жабов, едущий на тренировку. Скоро выйду в эфир, так что будьте со мной на связи, поддерживайте. Это как выход в открытый космос. Очень важно оставаться на связи с теми, кто ценит тебя и бережет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем добрый день, всем добрый день. Толечка, Малыхин, привет. Как самочувствуете, как локоть видел твою историю, как-то там тебя у стеночки пытаются прижать. А вот, Сали, кто это здесь? Алло, да. Алло. Как дела, брат? Как ты, кузен? Нормально все? Да, конечно. Подожди секунду, не слышно. Вань, дай наушники. Сейчас наушники одену, а то не слышно. Вань, а что ты его лицо не гладишь, когда сзади сидишь? Свои, давай. Я свои не прав. А, все, борода. Да? Да плохо слышу, по-моему, я не знаю, о чем. Сейчас. Что у меня? Не, 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 это понял. У меня, короче, звук идет с уха, а не с динамиком. Да ладно. Как отдых, брат? Нормально. Что тебе, что тебе, Ваня, сзади не массирует лицо, скажи? Что, что, что? Почему, Ваня, сзади не массирует тебе лицо, брат? А он, Ваня, тыл охраняет, понял? Вань, ты что, опять засол пил огуречный? Всю очередь. Мы тут приехали в Москву, пока ты там отдыхаешь, приехали в Москву пыль тебе на клавиатуре протереть, понял? Брат, ну а как по-другому? Как по-другому, брат? Да. Возьми, я там для тебя оставил этот крем для загара, брат. Спасибо, брат, спасибо. Я на заднем дворе позагораю. Слышишь, а ты что, как обычно, гонишься за летним телом, да? Брат, мне осталось 5 килограмм, брат. Ты видишь, какие хлопчик на меня береги? Брат, 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 не слышишь? О, вот, мотивация, да? Нет, это баба, ты что, конец? Хорош, хорош, хорош. Конечно, ты что, видишь, это баба, глядь? Это что, о, я думал, это этот, слышишь, Дэвид Хассельхофф, тот, что в, это, спасатели Шмалибу, помнишь сериал такой был? Шмалибу. Шмалибу, да. Хороший сериал про траву, да, спасатели Шмалибу. Брат, я тебя не слышу, но был очень сильно рад видеть. Я жду тебя 21-го, на газлане. Обнимаю, да. Да, есть. Сейчас, я вернусь. Слышно меня? Дайте знать. Всем привет. Всем привет. Привет, привет. Еще где-то час назад я выходил в эфир с трагическим стремлением о том, что сегодня надо дойти на тренировку. И как это плохо, что надо дойти. Я себе передаю привет туда, в час назад. Застяк, собирайся на тренировку, все должно быть здесь. Так, у нас сегодня план работы. Выбежим, ты не проедем. 20 километров, что-то 9-й уровень. И 10 минут, потом эллипсер. И 10 минуточек, потом 5 раундов по 2 минуты работа с грушкой. Такие вот дела. А вечером я иду на концерт. Пригласил свою девчонку на салонатическое свидание. Ну и с моей Ленкой идем на концерт. Джей-Зи убьялся. Здесь виниться будет. Я такое пропустить не могу. Так что, ну пойдем. Моя штука на правом диске. Я не знаю. Родинка, наверное. Сейчас добавлю тебя в эфир. Погодь. О. Алло. Привет, Василий. Привет, что я. Сейчас, подожди. Да-да-да, алло. Алло. Мы работаем. Василий Михайлович, привет вам из Ростова. Привет. Привет. Ты в программе. Ты сейчас в программе. Говори-говори. Ну почему же ты молчишь? Это наша рубрика, в которую мы выходим. Общаясь. Первый раз вспомнился. Меня видишь? Да, вижу. Супер. Я себе вне, это черный квадрат. Где ты в Ростове живешь, скажи, пожалуйста? На Западном. Ну где? В Малиновске? В этом со школой милиции. А, это... В Зорге Стачке. Ну, да. Тут неподалеку отсюда. Это не там, скажи, 129 бакинских комиссаров, или это дальше? Кто? 129 бакинских комиссаров, это дальше, да? Ну, я, честно говоря, не знаю такой улицы, первое слышу. Да нет, такой улицы, я тебя проверил просто. Ну, супер. Ну, чем ты занимаешься? Учишься где-нибудь, а? Можно задать вам один вопрос, очень важный? Да. Я хочу стать рэпером. Что мне сделать? Как еще раз? Я хочу стать рэпером. С чего мне начать? А почему ты у меня спрашиваешь, я, Таня, рэпер старик? Чтобы стать рэпером, тебе нужно пойти и поступить по соседству в школу милиции. Не-не-не-не, я не хочу школу милиции. А что? А что? Ну, хорошая, видная работа. Будешь обеспечен, социально стабилизирован, подкреплен. Да. А где ты? Ты где-то учился? Я шучу, учился где-то? Да, да, но я юрист по образованию. Так я же тебе говорил, тебе самая дорога туда. То есть ты считаешь, что нельзя быть хорошим милиционером или хорошим прокурором? Нельзя. Можно, но тут же, как бы, такой вопрос, если у тебя душа к этому не лежит. А, ну если не лежит, ну, музыку писать, стихи, я не знаю. Я еще сам не знаю, как это сделать все, чтобы стать большим рэпером. Ну. Я же любитель, просто я занимаюсь, это мое хобби. Просто оно вот так вот переросло, но это мое любимое дело, как бы. Я не могу себя называть профессионалом. Простите об одном одолжении. Ну. У меня брат очень большой, ваш фанат. Можете передать привет Анастасу? Как его зовут? Анастас. Как зовут? Анастас. Фамилия как? Григориадис. Мы греки. Как? Григориадис. Мы греки. Как? Анастас, я тебе хочу передать привет твоего брата от Ростова. Не подведи, пожалуйста, большую фамилию Григориадис. Будь достойным человеком. И обязательно приходи сам и бери еще, заставляй еще людей ходить на концерты басту в Ростове. Мы приехали в Москву, хотели попасть к вам на Голдер, но что-то нас не пустили никто. Ну, потому что в закрытом режиме работает. Все тогда. Обнимайтесь. Все. Всего вам хорошего. Всего вам хорошего. Что-то я себя не вижу. Так, еще кого добавим в эфир. Кто у нас? Всем привет. Добавь. Ключи. Ну, давайте. Колесников, я увидел тебя в эфире. Тимофей Колесников, я увидел тебя в эфире. Будем ищем. Все сорвалось. Тимофей Колесников, ты появился, нет? Все сорвалось, как всегда. Ну, ладно, еще не буду вас отвлекать. Осталось. Километра до двадцатки. Буду заканчивать. Поднимаюсь. Ребят. Ребята, ребята. Ребят. Ну, что я могу сказать, ребят, дорогие мои. Ребят, тигрят, дорогие мои. Всем, кто вопреки все-таки прогнозам, ожиданиям. Маловье людской, бежит он в зал. И все, что мог с собой он взял, оставил только лишний вес. Тот молодец, тот молодец, тот молодо-сердец. Хоть боксом занимаешься, на эллипсе бежишь, плевать. Такие его дела, дорогие друзья. Короче, и что я сказал? Два часа назад я уходил в эфир благодаря вам. И вот вашей поддержке, дорогие друзья. Когда я плакал. Вы можете поставить этот эфир, когда я плакал. Ехал только на тренировку. И мне не хотелось ехать. Я ныл и сказал, что после тренировки, через два часа, когда я выйду, я сам себе запишу. Видите, скажу, Васян, вот тому, который был два часа назад. Там человек, который говорил, что я рыдал, прыгая, как скотина рыдал какой-то. Можете зайти по своей, который ныл и говорил, я не хочу идти на тренировку, я не могу. Почему я? Я говорю, скотина, соберись, иди на тренировку. И завтра утром, кабан, когда тебе будет трудно вставать, посмотри сегодняшнее видео. Какой ты хороший. Проехал двадцатку, покрутился на эллипсе, поработал по груши, сходил сам. Хорошо, сука, ты хорошо себя чувствуешь просто. Чего ты ныл? На самом деле я знаю, что будет происходить. Сейчас я даю себе заряд, но потом я буду ныть снова, дорогие друзья. Буду ныть, плакать, слезы ныть, хныкать. Что-то, короче, по беспределу разворот. О, Митяевич, дед, ну как ты там, что, скажи? Что, как там, что слышно, что на Таганке? Чем живет родной район? Мерси, спасибо. Вот собака не пропустит, а? Мерси, Митяя. Греца, мерси за то, что, так сказать, потерпели, так сказать. Литл бит поддержали для папа, немного, так сказать, свой тайм убили, чтобы Хискар, так сказать, сделал в маневре и move to home. Сейчас я быстро домой, моюсь, переобуваюсь, делаю укладку, завивку, беру под мышку свою малышку, и мы на концерт Бейонсе и Джей-Зи. Так что будет сегодня много репортажей, вы уж не обессудьте. Сори, да? Сори? Сори за то, что я буду выкладывать и прямые эфиры с концерта Джей-Зи и Бейонсе. Но это Джей-Зи и Бейонсе. На самом деле Бейонсе, да, но больше, конечно, Джей-Зи интересен. Хорошая, кстати, концепция концерта. Кто хочет на Бейонсе, то на Бейонсе. Кто хочет на Джей-Зи, то на Джей-Зи. А кто хочет на Бейонсе и Джей-Зи сразу, вот вам, пожалуйста, угадали. Такие его дела. Это, знаете, Бейонсе и Джей-Зи, это совместный концерт, как Анджелики Варум и Леонида Агутина, нашего любимого. Да? Вот так. То же самое. Ладно, все, помчался я, родня, всех обнял крепко. Вот такая вот дорожка у меня. Вот такое вот солнышко. Вот так вот замечательно все у нас тут. Раз, 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 разорвем матрас. Удобно, когда две машинки. Пригнали специально из машин. Хочу сказать спасибо большое о компании Ранжи Ровер. Да, вот, пользуясь прямым фирмом, вот мы с ними сотрудничаем целый год, они любезно нам вручили машины. Вот такой Ранжи Ровер супер просто. С панорамкой, ребят. Помимо того, что комфортно, быстро, удобно, вместительно, еще и просто мило. Спасибо компании Ранжи Ровер. От чистого сердца. Не то, что реклама, а вот просто клиентская благодарность. Вот просто спасибо вам большое. Просто радость. А вот, пожалуйста, тут они что творят, что творят. Купаются, вот они что творят. Вот такие вот дела. Все. Поехал домой. Обнимаю вас. Поехал домой.